Весной прошлого года в Тверской области приняли закон о присвоении статуса «Дети войны» гражданам, родившимся в период с 1928 по 1945 годы. Такой статус предоставляет жителям Тверской области комплекс мер социальной поддержки. В Удомли новое удостоверение вручили активистам местной общественной организации. Подробности в сюжете наших коллег из регионального телевидения Удомли. Удостоверение Центра социальной защиты и поддержки населения Удомельского городского округа вручили активистам местной общественной организации «Дети погибших защитников Отечества». Документ не имеет срока годности и дает гражданам новый статус, который определяет их права на получение мер социальной поддержки для детей войны в Тверской области. Граждане, имеющие такой статус, имеют ряд привилегий. Бесплатное медицинское обслуживание вне очереди, внеочередной прием в организациях социального обслуживания и ряд других. Одним из получателей удостоверения стал Анатолий Сигниенков. Он поделился своими горькими воспоминаниями о тех тяжелых военных временах, выпавших на доле девчонок и мальчишек. Я родился в Бельском районе, это город Белый. И в октябре 1941 года и до 10 марта 1943 года мы жили в оккупированной фашистами территории. Ну, представляете, вот я был ребенок полтора-два года, и перенести все это, и бомбежки, и стреляли, и расстреливали. Вот меня бабушка Агафья Алексеевна таскала все время по блиндажам, окопам, отморозила себе пальцы для того, чтобы меня сохранить. Поэтому детство у детей в войне разное. Анатолий Семенович рассказал, как в военное время приходилось питаться крапивой, лебедой, запасаться орехами и грибами, которые росли в лесу. Собирали малину, землянику, ну, яблоки были. Вот за счет этого и выживали. Вот такое было грустное, тяжелое детство. К юбилею Победы дети войны впервые получат единовременную выплату. На территорию Доминского городского округа, по сведениям Центра социальной защиты населения, на 1 ноября прошлого года насчитывается около 1900 человек, родившихся с 1 января 1928 по 31 декабря 1945 года и проживающие на территории округа. Удостоверение, подтверждающее официальный статус дети войны, им будут вручать в начале года. Для этого нужно подать необходимые документы в социальную защиту или многофункциональный центр. Отметим, что официальный статус закреплен только на региональном уровне Тверской области, а также еще в 22 субъектах России.